В данном докладе я буду обсуждать больше возможностей непосредственно лечения на молочной железе, нежели на акселлярной области. История хирургии лечения рака молочной железы начинается с 1800-х годов, когда было предложено операцию Холстеда. С каждым годом при развитии хирургических науков были новые и новые этапы, такие как доуменьшение операции ПЭЭТИ, появление биопсии сигнальных лимфоузлов, появление органосохраняющих операций, появление возможности биопсии сигнальных лимфоузлов после неодевантной химиотерапии, также внедрение различных онкопластических резекций и различных реконструктивно-пластических операций. Со временем изменение хирургии выглядит таким образом, что уменьшается количество классических мастектомий ПЭЭТИ, увеличивается количество органосохраняющих операций с онкопластическим компонентом, также наблюдается момент профилактических контролоктеральных мастектомий, связанных с наличием и обнаружением мутаций, таких как Берсей-1 и 2 пациентов. Что же такое планирование вообще может быть в лечении хирургического рака молочной железы? В первую очередь, это правильное обследование пациента в соответствии со стандартами Российской Федерации. Потом определение тактики лечения. Это химиотерапия, хирургическое лечение, гормонотерапия, таргетная или лучевая. Определение объема хирургического вмешательства. Каждое принятое решение – это работа мультидисциплинарной команды, а не одного человека. Из возможностей мастектомии у нас есть огромный-огромный перечень в выборе хирурга в данный момент. Это мастектомия классическая, без реконструкции различных, с возможностью выполнения будущим с отсроченной реконструкцией молочной железы. Также мастектомия с сохранением кожного лоскута, либо полностью сохранение чехла молочной железы, подкожной мастектомии с сохранением сосково-ариллярного комплекса, с различными видами реконструкции. Это касается молочной железы. Что касается акселярного коллектора, это либо лимфоэнектомия при наличии подтвержденных метастаз, либо в современном мире это биопсия сигнальных лимфоузлов. Если говорим о органосохраняющих операциях, возможность либо классическая органосохраняющая операция без онкопластического компонента, либо с онкопластическим компонентом, либо с замещением объема, либо перемещением объема. С замещением это различными лоскутами моделирования, перемещением лоскуты субглумидулярные в основном. Основные принципы хирургии молочной железы – это в первую очередь онкологическая безопасность. Независимо от той операции, которую вы хотите выполнить, необходимо думать о том, чтобы лечить именно онкологию. Также это дальнейшее лечение, планирование. Ваша операция не должна мешать будущему лечению пациентки. И улучшать качество жизни, а именно эстетический результат. Что касается онкологической безопасности, это в первую очередь чистые края резекции, планирование будущей лучевой терапии и адъювантной либо неадъювантной терапии. На сегодняшний день чистыми краями является отсутствие опухолевых инвазивных клеток в крае резекции и отступ более 2 мм при наличии компонента ин-ситу. Пример при выполнении органосохраняющей операции металлический клипс для будущей лучевой терапии. Отметим то, что при современных операциях онкопластических резекциях первичная ложа опухоли может смещаться чуть ли не в другой квадрант молочной железы с перемещением ткани молочной железы. Поэтому маркировка удаленного ложа обязательна. На этот вопрос написана большая статья о том, как смещаются ткани после органосохраняющих операций и взгляд радиологов на данную проблему. Также существует одномоментная реконструкция укрытия импланта либо реконструкции молочной железы с помощью широчайшей мышцы спины. Но на сегодняшний день данная процедура чаще используется как операция помощи, наверное, при различных типах осложнения, протрузиях имплантов, экспандеров для будущих отстроченных реконструкциях молочной железы, нежели чем первичным замещением ткани молочной железы. Также существуют методы реконструкции помощи абдоминальных лоскутов. Более старый это травм-лоскут, кожный жировой мышечный лоскут на мышечной ножке, либо диеп-лоскут, более современный кожный жировой лоскут на сосуде. Также могут использоваться при одномоментных операциях либо при отсроченных реконструкциях на молочной железе. Почему в современном мире лоскуты не стали столь популярными и теряют по на сей день свою популярность в связи с появлением новых имплантов, протезов, возможности сохранения кожного чехла вместе с сосково-ареолярным комплексом, с современным оборудованием, которое помогает подсказать хирургу, насколько глубоко расположена опухоль, какой ее размер, границы, позволяющие выполнить в том числе подкожную мастектомию с одномоментной установкой импланта, не вовлекая другие донорские зоны и не травмируя при этом ни спину, ни область живота. Одним из примеров разработки неонкологии Петрова является способ одномоментной реконструкции с использованием полипропиленовой сетки и в комбинации с имплантом при раке молочной железы. Таким образом, выглядят этапы реконструкции, выполнение подкожной мастектомии, в данном случае с биопсией сигнальных лимфоузлов, установка сетки и формирование кармана и установки в сетку импланта. На эту тему получен патент вне онкологии Петрова с коллегами. Так выглядит клинический результат данной методики. Но наука не стоит на месте. В настоящее время проводятся исследования вакуум-аспирационной биопсии. Впервые об этом заговорили еще в 2019 году. Первые результаты, конечно, были не столь радужными, но все требует отточки, изучения, дальнейшего изучения. И вне онкологии Петрова также исследования проводятся по вакуум-аспирационной биопсии. Пример клинический. Пациентке 47 лет, 6 месяцев после вакуум-аспирационной биопсии, 3 месяца после лучевой терапии. Вы видите, что в данном случае мы сохранили полностью анатомию молочной железы. Имеется небольшой отек в области лучевой терапии. Но анатомия и форма молочной железы абсолютно идентичны первоначальной. И данная операция не требует симметризирующей операции на другой стороне. Почему мы выполняем хирургические вмешательства на акселярной области? Данная тема обсуждения затрадивает каждый доклад этой программы конференции. Это улучшение показателей выживаемости, локальный контроль, стадирование заболевания. Но хирургическое вмешательство на региональных коллекторах не всегда улучшает показатели выживаемости. Об этом докладывает исследование NSBP-04. Новая эра стадирования лимфоузлов – это биопсия сигнальных лимфоузлов. Классическое представление акселярной лимфоузлиной секции, что выполнялось в прошлом веке, уже недопустимо. Необходимо обучение сотрудников, специалистов новой процедуре биопсии сигнальных лимфоузлов, потому что на сегодняшний день это является стандартным для выполнения акселярной диссекции больных с раком молочной железы при отсутствии клинических метастазов в подмышечной области. При этом акселярная лимфодиссекция не столь не улучшает показатели выживаемости даже при наличии метастазов в один-двух лимфоузлах по данным некоторых исследований. Таким образом, в будущем может быть уже обсуждение и возможного отказа от акселярной лимфодиссекции при наличии одного-двух микрометастазов в сигнальных лимфоузлах, в том числе отказа от срочного исследования, при котором идет, как говорил Амиров Николай Сергеевич, потери ткани лимфоузла, мешающего будущему исследованию. Данные стандартные в акселярной лимфодиссекции наблюдаются уже в многих стандартах разного мира, Европы, Америки и Российской Федерации. Перспективы. Возможно, отказ хирургического вмешательства на акселярную лимфодиссекцию при будущей лочевой терапии либо полный отказ и наблюдение. Зачем мы задавали вопросы данные? Данные, возможно, будущее нам покажет. Таким образом, чем больше опций в арсенале хирургического отделения, тем больше индивидуальным и подходящим является лечение пациента. Спасибо большое, коллеги, за внимание. До свидания. Продолжение следует...